Глава 7. Основные законы логического мышления. Параграф 1. Понятие о логическом законе. Как мы уже знаем, вне и независимо от нашего сознания, существует материальный мир, а наше мышление есть отражение в мозгу человека предметов и явлений материального мира. Объективный мир представляет собой единое связное целое, где предметы и явления зависят друг от друга, обусловливают друг друга и находятся в движении и развитии. Движение и развитие предметов внешнего мира совершается по определенным законам. Эти законы познаются нами, когда наше мышление верно их отображает. Однако мышление может отображать действительность не только правильно, но и неправильно. Поэтому для нас важно установить, какими свойствами обладает мышление, когда оно правильно, каким законам оно подчиняется. Познав эти законы, можно сознательно ими пользоваться и тем самым способствовать правильному познанию окружающего нас мира. Законы мышления, как и законы природы, никем не выдуманы. Законы мышления являются отображением в сознании человека необходимых связей материальных предметов. Владимир Лич Ленин говорил, что логические формы и законы не пустая оболочка, а отражение объективного мира. Логика рассматривает четыре закона логического мышления. Закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего и закон достаточного основания. Эти законы выражают коренные черты мышления. Определенность, непротиворечивость, последовательность и обоснованность. Чтобы мышление было правильным, оно должно быть вполне точным и определенным. Строго последовательным, не должно отклоняться от предмета рассуждения, не должно содержать в себе логических противоречий и двусмысленностей. Наши суждения и выводы должны быть обоснованными, без чего они не могут стать убедительными. Логические законы являются обязательным условием правильного мышления. Параграф 2. Закон тождества Все в окружающем нас мире, в природе и обществе, находится в вечном и неустанном движении и изменении. Движение – это существенное и неотъемлемое свойство материи. Оно, как и материя, вечно, несотворимо и неразрушимо. Мир есть движущаяся материя. Но в вопросе движения возможно временное равновесие, относительный покой того или иного материального тела в одном каком-либо состоянии. Любой наш знакомый изменяется с каждым годом, но мы все же отличаем его от других знакомых и незнакомых нам людей, потому что он сохраняет основные черты, которые выступают как те же самые на всем протяжении жизни нашего знакомого. Растущее дерево не перестает быть деревом, хотя оно находится в состоянии непрерывного изменения развития. Вот эта относительная устойчивость, определенность предметов действительности, отображается в нашем сознании в виде закона тождества, который выражает определенность ваших мыслей и постоянство их в процессе данного рассуждения. Подобно тому, как в природе и в обществе предметы и явления не смешиваются друг с другом, а имеют свои, конкретные, определенные особенности, так и наши мысли о предметах и явлениях не должны смешиваться друг с другом. Правильно рассуждая о каком-либо явлении действительности, мы в своих мыслях не подменяем изучаемого предмета другим предметом, не смешиваем разных понятий, не допускаем двусмысленности. Точность и определенность мышления есть закон правильного мышления. Он формулируется так. В данном рассуждении, споре, дискуссии, каждое понятие должно употребляться в одном и том же смысле. Это самое элементарное условие, которое должно выполняться каждым писателем и докладчиком, каждым выступающим в прениях и в собеседованиях, в дискуссиях, спорах и тому подобном. Соблюдение этого непременного условия станет понятным, если учесть, что в нашем языке есть слова, которые имеют не одно, а несколько различных значений. Возьмем для примера рассуждение. Так как все вулканы представляют собой горы, а все гейзеры вулканы, то, следовательно, все гейзеры горы. Придадим этому рассуждению следующую форму. Все вулканы – суть горы. Все гейзеры – суть вулканы. Следовательно, все гейзеры – горы. Вывод в этом рассуждении – все гейзеры горы – является неверным. Гейзеры, как известно, не горы. Неверный вывод получился потому, что в рассуждении нарушен закон тождества, то есть допущена логическая ошибка, которая называется подмена понятия. Суть в том, что слово «вулканы» употреблено в рассуждении в двух разных значениях. В первом суждении под вулканами понимаются известного рода складки местности, а во втором суждении под вулканами понимается источник извержения. Из-за подмены понятия, то есть подмены значения слова, получилось двусмысленное употребление слова «вулканы». Поэтому вывод ни по существу, ни по форме правильным получиться не мог. Иногда закон тождества нарушается сознательно, преднамеренно. Делается это людьми, которые хотят исказить истинное положение вещей. Мастерами умышленно-неправильных рассуждений, рассчитанных на то, чтобы ввести в заблуждение своего собеседника, были, например, древнегреческие софисты. Отсюда слово «софизм», то есть логическая ошибка, совершаемая преднамеренно. Как правило, софисты употребляли в своих рассуждениях такие понятия, которые имели разный смысл. Для примера, разберем софизм «рогатый». То, чего ты не потерял, ты имеешь. Ты не потерял рогов. Следовательно, ты имеешь рога. Вывод, который записан под чертой, явно ошибочен. Уловка софистов в данном случае основана на том, что слово «потерял» толкуется двусмысленно. В первой строчке слова «не потерял» относятся к тем предметам, которые у нас есть и которые мы не потеряли. А во второй слова «не потерял» относятся к тем предметам, которых у нас никогда не было. Ясно, что вывод не может быть правильным. Софистические уловки излюблены приемом мышления современной империалистической буржуазии и ее правосоциалистических лакеев. Буржуазные политики, реакционеры, предатели рабочего класса заинтересованы в том, чтобы исказить истину, и в то же время создать видимость правильности своих рассуждений. Поэтому они прибегают к различным ухищрениям, пытаясь запутать суть рассматриваемого вопроса. Так, например, когда советская делегация на Ассамблее Организации Объединенных Наций внесла резолюцию, осуждающую поджигателей войны, американские и английские представители приложили все усилия, чтобы советская резолюция была отклонена. Они стремились всячески запутать вопрос, представить положение дела в превратном виде, что будто бы советская делегация хочет ограничить свободу слова, запрещая в печати пропаганду новой мировой войны. Но глава советской делегации показал, что советская делегация настаивает на пресечении злоупотреблений свободой, а не на ограничении самой свободы. Эти противоположные понятия подменять одно другим нельзя. Пресекать злоупотребление свободой – это значит защищать свободу, а не ограничивать ее. Действительными врагами свободы являются представители реакционных кругов США и Великобритании, так как они выступают в защиту злоупотреблений свободой. Правильное мышление несовместимо с софистикой. Кто стремится достигнуть истинного знания об окружающем мире и его закономерностях, тот не должен прибегать к двусмысленным, туманным, неопределенным рассуждениям. Владимир Ильич Ленин всегда придавал большое значение точности и определенности мыслей и требовал точного определения понятий, которыми пользовались в дискуссиях. Определенность понятий важна в любой науке и в каждом рассуждении, поэтому соблюдать закон тождества совершенно необходимо. Но закон тождества нельзя истолковывать таким образом, что будто бы наши понятия, мысли должны навсегда сохранять застывшее, неизменное содержание. Содержание наших понятий, мыслей, меняется в связи с изменением того предмета, который отображается в данном понятии, в данной мысли. Содержание понятий меняется и потому, что в процессе трудовой деятельности человек все шире и глубже познает действительность. Однако после того, как установлено, в каком именно отношении мыслится данное понятие во всем процессе данного рассуждения и во всей данной системе нашего изложения, это понятие надо брать в одном смысле, иначе в наших рассуждениях не будет никакой определенности, связи, последовательности. Если какое-либо понятие мы употребили в определенном смысле, то в процессе рассуждения мы должны вкладывать в это понятие тот же смысл. Смешение понятий, одновременное употребление их в разных смыслах, приводит к путанице, сбивчивым, неопределенным суждениям, к ложным выводам. Соблюдение закона тождества обеспечивает определенность и точность наших мыслей. В этом заключается значение этого закона. Параграф 3. Закон противоречия. В логическом законе тождества отобразилось такое свойство предметов материального мира, как их относительная устойчивость, определенность. В процессе многовековой практики люди много раз наблюдали и другие обычные свойства вещей. Так, например, человек давно заметил, что если предмет имеет белый цвет, то он не может в то же время при тех же условиях быть черным. Если птица летит, то она не может одновременно сидеть на ветке. Это обычное свойство вещей запечатлелось в сознании человека в виде устойчивой черты правильного мышления. Если одна и та же вещь в одних и тех же условиях и в одно и то же время не может сразу иметь и не иметь данного свойства, то значит и в правильном мышлении нельзя одновременно, по одному и тому же вопросу, взятому в одном и том же смысле, высказывать два противоположных суждения. Нельзя допускать противоречивых мыслей. Этот закон правильного мышления принято в логике называть законом противоречия. Формулировка его следующая. Два противоположных высказывания не могут быть оба истинными в одно и то же время, в одном и том же отношении. Закон противоречия распространяется на оба вида противоположных мыслей. Первое. Не могут быть одновременно истинными два противных суждения. Например, все планеты имеют атмосферу. И ни одна планета не имеет атмосферы. Второе. Не могут быть одновременно истинными также два противоречащих суждения. Например, натрий легче воды и натрий не легче воды. Если утверждается, что Байкал глубокое озеро, то нельзя одновременно утверждать, что Байкал мелкое озеро. Данный закон имеет силу во всех наших правильных рассуждениях, к каким бы областям знания или практики они не относились. Владимир Ильич Ленин писал, что логической противоречивости, при условии, конечно, правильного логического мышления, не должно быть ни в экономическом, ни в политическом анализе. Он всегда указывал на то, что высказывания должны быть свободны от логической противоречивости. Обнажая противоречивость в рассуждениях меньшевиков, Владимир Ильич Ленин неоднократно наносил удары по идеологии этой агентуры буржуазии. В статье «Байкотировать ли Государственную Думу» Владимир Ильич Ленин писал, что тактика меньшевиков противоречива и непоследовательна. Буржуазные политики и дипломаты постоянно впадают в противоречие с самими собой. Так, на московском совещании министров иностранных дел представитель США в одной и той же речи высказал прямо противоположные положения. В начале речи он утверждал, что делегация США не склонна нарушать подсдамские соглашения. А в конце этой же речи он высказался против того, чтобы в проекте договора вопрос о гарантиях международной безопасности и всеобщего мира был поставлен в соответствии с решениями подсдамской конференции. Правильное мышление не может основываться на непоследовательных положениях, из которых одно опровергает другое, одно противоречит другому в одно и то же время, по одному и тому же вопросу. А можно ли по одному и тому же вопросу в разное время и в разном отношении высказывать две противоположные мысли? Да, можно. В этом не будет логического противоречия. Возьмем простой пример. 15 мая над пшеничным полем впервые за полмесяца прошел дождь. Спрашивается, полезен он или вреден для пшеничных всходов? Несомненно, полезен. Но если дождь пойдет над этим полем в июле, когда пшеница созрела и началась уборка урожая, то дождь будет вреден. Значит, в разное время о пользе дождя для данного июля можно говорить и да, и нет. Нет. Противоречия между этими высказываниями не будет, хотя оба они имеют в виду одно и то же пшеничное поле. Но этот же июльский дождь, который принесет вред пшенице, окажется полезным для огородов, где зреют помидоры, капусты и огурцы. Следовательно, в отношении к разным культурам даже и в одно и то же время можно говорить о пользе дождя и да, и нет. Значит, противоречий не будет и в том случае, когда утверждение и отрицание относятся к данному предмету в одно и то же время, но при этом в утвердительном высказывании предмет рассматривается в одном отношении, а в отрицательном высказывании в другом отношении. Закон противоречия говорит о том, что два противоположных высказывания в одно и то же время в одном и том же отношении не могут быть истинными. Однако из этого не следует, что оба они не могут быть ложными. Например, такие противоположные суждения, как «все ученики в нашей группе отличники» и «ни один ученик в нашей группе не отличник» не могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. В таком случае истинным суждением будут некоторые ученики в нашей группе отличники. Таким образом, закон противоречия указывает лишь на несовместимость двух противоположных суждений, но не говорит о том, является ли ложным одно из них или оба они ложны. Для того, чтобы правильно понимать и применять закон противоречия, надо отличать логические противоречия, которых не должно быть в правильном мышлении, от противоречий живой жизни, которые независимо от нашего мышления существуют в самой действительности. Владимир Лич Ленин говорил, что есть два рода противоречий. Противоречие живой жизни и противоречие неправильного рассуждения. Коренное различие их состоит в том, что жизненные противоречия существуют в самой объективной действительности, а противоречие неправильного рассуждения – это противоречие словесное, выдуманное. Поскольку логический закон противоречия нарушается иногда сознательно, с целью ввести в заблуждение кого-либо, как это мы видели на примере рассуждений буржуазных дипломатов и меньшевиков, важно уяснить причины логической противоречивости. Владимир Лич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин всегда не только обнажали логические несуразности в речах и книгах своих противников, но и обращали внимание на истинную подоплеку противоречивых суждений идеологов буржуазии и их оппортунистической агентуры. Жизнь показывает, что всегда, когда представители того или иного класса, той или иной партии в практической деятельности вступают на ошибочный путь, идущий вразрез с логикой вещей, они начинают прибегать к обману, к словесным выкрутасам, натяжкам и увиливаниям. В таких случаях люди неизбежно начинают противоречить сами себе. Меньшевики, например, всегда колебались между буржуазией и пролетариатом, между революцией и контрреволюцией. Это положило клеймо на всю их логику. Отсюда, указывает Иосиф Виссарионович Сталин, неминуемые противоречия между словом и делом, вечная неуверенность и шатание мысли. Параграф 4. Закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего, как и все другие логические законы, является отображением в нашем сознании одной из сторон материальной действительности. Какой же именно стороны? Поясним это на таком примере. Дерево, растущее у нашего дома, является или березой, или не березой, и ничем третьим оно быть не может. Чернила, которыми мы пишем, имеют или черный цвет, или какой-нибудь другой цвет, то есть не черный. Связь этих и множество других подобных фактов, миллиарды раз повторявшихся в человеческой практике, отобразилась в нашем сознании в виде закона исключенного третьего. Формулировка его следующая. Из двух противоречащих суждений всегда одно истинное, другое ложное, а третьего быть не может. Закон этот соблюдается в правильном мышлении. В силу этого закона мы с полной уверенностью можем сказать о двух противоречащих суждениях, что одно из них обязательно будет истинным, а другое ложным, и никакого третьего промежуточного суждения быть не может. Это наша уверенность основывается на фактах действительности, отображением которых является закон исключенного третьего. Закон исключенного третьего относится к противоречащим суждениям. Противоречащими суждениями могут быть единичные суждения, из которых одно что-либо утверждает, а другое это же самое отрицает. Например, АК приток Волги и АК не есть приток Волги. Одно из этих суждений истинное, другое ложное, и никакого третьего, среднего суждения здесь быть не может. Если кто-нибудь стал бы утверждать, что АК приток другой реки, не Волги, то такое суждение не представляло бы ничего третьего, среднего, так как оно совпадало бы с суждением АК не есть приток Волги. К противоречащим суждениям относятся также и такие два суждения, из которых одно общее, а другое частное, причем одно из них что-либо утверждает о данном предмете, а другое отрицает. Например, все жители Венгрии – мадьяры, и некоторые жители Венгрии – не мадьяры. Одно из таких суждений обязательно будет ложным, другое – истинным, а третьего быть не может. Противоречащие суждения всегда выражают собой какую-то альтернативу, то есть наличие только двух возможностей, из которых одна отрицает другую. Если суждения не выражают альтернативы, то они не будут противоречащими. Таким суждением закон исключенного третьего неприменим. Рассмотрим такой пример. В отношении движущегося тела могут быть высказаны два суждения. Движущееся тело в данный момент находится в данной точке. Движущееся тело в данный момент не находится в данной точке. Эти два суждения не представляют собой альтернативы и, следовательно, не являются противоречащими. Так как существует третья, единственно правильная возможность – движущееся тело в одно и то же время находится и не находится в данной точке. Иначе говоря, движущееся тело обладает свойством находиться и не находиться в одно и то же время в данной точке. Но если бы кто-нибудь стал утверждать, что движущееся тело такого свойства не имеет, то получилось бы два альтернативных противоречащих суждения. Первое из них – истина, второе – ложно и ничего среднего быть не может. Закон исключенного третьего выражает существенную черту наших рассуждений. Всякий раз, когда между утверждением и отрицанием того или иного положения нет среднего, надо устранять неопределенность и выявлять, какое из этих утверждений истинно и какое ложно. При этом, если установлено, что данное суждение истинно, то из этого закономерно следует, что противоречащему суждение ложно. И, соответственно, наоборот. Если установлено, что данное суждение ложно, то из этого также закономерно следует, что противоречащие ему суждение истинно. Знание закона исключенного третьего, конечно, совершенно недостаточно для того, чтобы решить вопрос, какое же именно суждение является истинным или какой ложным. Этот вопрос можно разрешить лишь на основе изучения тех предметов или явлений, о которых высказаны суждения. Но если мы имеем два противоречащих суждения и не знаем об их истинности и ложности, то мы все же можем уверенно сказать, что одно из них обязательно будет истинным, а другое ложным. Закон исключенного третьего направлен против беспринципности, против смешения взаимоисключающих точек зрения по одному и тому же вопросу. Логически правильное мышление должно быть принципиальным. И не случайно, что закон исключенного третьего, как и другие законы, постоянно нарушался в рассуждениях оппортунистов-меньшевиков. Оппортунист, по самой своей природе, говорил Владимир Ильич Ленин, уклоняется от определенной и бесповоротной постановки вопроса, отыскивает какую-то равнодействующую. Владимир Ильич Ленин сравнивал оппортуниста с ужом, который вьется между исключающими одна-другую точками зрения, стараясь быть согласным и с той, и с другой, сводя свое разногласие к поправочкам, к сомнениям, к благим пожеланиям. Конечно, беспринципность и соглашательство объясняются не тем, что оппортунисты не знают законов логики. Они нарушают эти законы потому, что проводят соглашательскую политику. Половинчатая, путанная политика обусловливает логическую путаницу. Параграф 5. Закон достаточного основания. Всякое явление в материальном мире имеет свою причину, свое реальное основание. Вызванное причиной явления называется действием. Нет действия без причины, а всякая причина предполагает действие. Река замерзает, так как понижается температура окружающего воздуха. Дым поднимается вверх, так как он легче окружающей его атмосферы и т.д. В мире нет беспричинных явлений. Ни одно явление в природе и обществе не может возникнуть, если оно не подготовлено предшествующим развитием других явлений. Эта объективно существующая взаимосвязь предмета, явлений, отразилась в человеческом мышлении в виде закона достаточного основания. Формулировка закона достаточного основания следующая. Всякая истинная мысль должна быть обоснованной. Этот закон является необходимым условием правильного мышления. Как в природе все имеет свое реальное основание, так и наши мысли, отражающие действительность, должны быть обоснованными. Закон достаточного основания направлен против нелогичного мышления, принимающего на веру ничем не обоснованные суждения, против всякого рода религиозных предрассудков и суеверий. Если математик утверждает, что диагонали квадрата равны между собой, то он путем рассуждений обосновывает истинность своего утверждения. Если для нас убедительны обоснования, то мы должны будем согласиться с доказываемым положением. Необоснованность суждений свидетельствует о нелогичности мышления. В правильно составленной докладной записке, речи, статье, письменной работе и т.д. Всегда положения обосновываются фактами, ссылками на другие истинные положения, проверенные на практике, на законы и правила. Не нуждаются в особом обосновании такие, например, суждения. В этой комнате четыре окна. На потолке висит люстра, на столе лежит книга и т.п. Истинность таких суждений очевидна, поэтому не требуется никаких обоснований ее, кроме показаний органов чувств. Не нуждаются в обоснованиях и доки, например, суждения. Целое больше своей части. Две величины порознь равны третьей. Равны между собой и т.п. Такие суждения называются аксиомами. Аксиомы – это положения, которые не требуют доказательств, так как они уже миллионы раз проверены человеком на практике. Самым верным и надежным доказательством истинности той или иной мысли является, конечно, такое доказательство, которое непосредственно основано на фактах. Однако непосредственное обращение к фактам не всегда возможно. Так, в подтверждении истинности мысли о возникновении органической жизни полтора-два миллиарда лет назад, невозможно привести самый начальный факт зарождения жизни. Кроме того, приводить в подтверждение истинности мысли всякий раз непосредственный факт нет никакой необходимости. Человек для того и познает законы природы, чтобы не плестись рабски за каждым отдельным случаем практики. Обобщенную формулировку он применяет для дальнейшего познания единичных предметов и для логического обоснования мыслей об этих предметах. Покажем это на таком примере. Тот факт, что медь – проводник электричества, можно доказать двумя путями. Опытным – пропустить ток по медному проводу, или чисто логически – путем рассуждения. Медь – металл. Все металлы – хорошие проводники электричества, значит медь есть хороший проводник электричества. Суждения, которые приводятся для обоснования правильности других суждений, называются логическим основанием. Логическое основание не следует смешивать с реальным основанием. Утверждая, например, что в комнате тепло, мы можем сослаться на показания термометра. Какая ссылка будет являться логическим основанием нашего утверждения? Реальным же основанием того, что в комнате тепло, является, конечно, не показание термометра, а нагревание комнаты печью или батареей отопительной системы. Другой пример. Учащийся высказал правильную мысль, что свойства, приобретенные животным или растительным организмом, могут передаваться по наследству. Для обоснования правильности этой мысли он сослался на учение великого преобразователя природы Ивана Владимировича Мичурина. Ссылка на учение Мичурина будет логическим основанием. Логическое основание только тогда может быть основанием, когда оно является выражением фактов действительности. Иначе говоря, всякое логическое основание всегда связано с реальным основанием. В нашем примере, Мичуринское учение вполне может быть логическим основанием, так как это учение основано на фактах действительности. Закон достаточного основания имеет важное значение в мыслительном процессе. Всякий раз, когда нужно убедить кого-либо в истинности наших высказываний, надо их доказать. Доказать же ту или иную мысль, это значит обосновать ее, то есть привести в качестве достаточного основания ее другую мысль, которая доказана уже на практике, как достоверная истина. Тот, кто нарушает закон достаточного основания, тот никогда не придет к правильному заключению в своих рассуждениях. Склонность к бездоказательному мышлению воспитывают всякого рода религии. Они учат принимать на веру «священные» в кавычках писания и способствуют распространению нелепых предрассудков суеверий. И в наши дни есть еще суеверные люди, которые верят, например, что разбить зеркало значит обязательно навлечь на себя несчастье. Если встать утром с левой ноги, то это не к добру и тому подобное. Ни одно из этих утверждений совершенно ничем не обосновано и никаким фактам действительности не соответствует. Параграф 6. Значение логических законов. Рассмотренные нами четыре закона – закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания – выражают коренные черты правильного мышления. Определенность, непротиворечивость, последовательность и доказательность. Законы правильного мышления не могут указать нам, какие именно высказывания являются в данном случае истинными, а какие ложными. Истина всегда конкретна, то есть вопрос об истинности всегда решается в определенных, конкретных условиях на основе знания существа вопроса. Но без соблюдения логических законов истинного знания достичь нельзя. Они составляют неотъемлемое свойство правильного мышления. Когда мы мыслим правильно, мы всегда, даже не замечая этого, ими пользуемся. Однако бессознательное использование законов представляет собой более низкую ступень культуры мышления по сравнению с сознательным применением этих законов. Советский человек, самый культурный человек в мире, должен уметь сознательно пользоваться логическими законами, чтобы всегда правильно мыслить и уметь разоблачать необоснованные утверждения, ложь и клевету врагов нашего народа. Законы логического мышления, изучаемые логикой, не исчерпывают с собой все законы мышления. Существуют наиболее общие законы развития природы, общества и мышления, диалектические законы. Но изучение их выходит за пределы логики. Исследование диалектических законов составляет предмет другой науки, которая называется диалектическим материализмом. Вопросы для повторения. Первое. Что такое логический закон? Второе. В чем сущность закона тождества? Укажите, какие стороны действительности он отражает. Третье. Дайте примеры нарушения закона тождества. Четвертое. В чем сущность закона противоречия? Пятое. Дайте примеры нарушения закона противоречия. Шестое. В чем сущность закона исключенного третьего? Седьмое. В чем сущность закона достаточного основания? Восьмое. Какое значение имеют логические законы? Субтитры создавал DimaTorzok